Здравствуйте! Я Наталья Некрасова из автошколы машинного вязания, где мы общаемся в стремительном освоении абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам покажу один из способов спрятать хвостики от нити, когда у нас заканчивается пряжа, и мы берем следующий моток. Оставьте хвосты от узла подлиннее, для того, чтобы вы могли их спрятать в полотне. Итак, у меня заканчивается нить. Я аккуратно провязала. Вот такое безобразие у нас получается. Хвостик ввязался в полотно. До узла желательно распустить часть нашего вязания, потому что то, что ввязалось в полотно, совершенно не нужно. Распускаем узел. Вот он. И провязываем руками петли. Старайтесь петли выполнять того же размера, который выполняет вязальная машина. Но если вы протяжку, полученную после распускания, равномерно растянете по всем петлям, у вас получатся петли того же размера, что и соседние, которые мы с вами не распускали. Вот узелок, вот два хвостика. И теперь мы можем его спрятать. Достаю иглы. Еще раз говорю, это один из способов. И расправляем наши хвосты по иглам. Над иглой, под иглой, над иглой, под иглой. Можно даже подвесить тяпку, чтобы точно ничего никуда не потерялось. Провязываем несколько рядов. Излишки можно срезать. Этот способ больше подходит для тонких и не скользких пряж. С лицевой стороны не видно вообще ничего. С изнанки небольшое толщение. Совершенно не мешает. И после того, как мы довяжем полотно, оно примет свою естественную форму. Вы этот трубчик можете вообще не найти. Очень быстро, просто и достойно нашего регулярного применения. Если вам этот способ понравился, он был вам полезен, пожалуйста, нажмите нравится. Поделитесь с друзьями. Все знают этот способ спрятать хвостики, рабочие нити в полотне. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Приходите на наши бесплатные вязальные посиделки по вторникам и четвергам. И жду вас в нашей школе машиной вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Ваша Наталья Некрасова.